Здравствуйте! Знаете ли вы, что крапива помогает быстро похудеть? Влияние крапивы на снижение массы тела до сих пор остается неизученным. Однако, эксперты по похудению единогласно утверждают, что чай из крапивы эффективен при любом плане похудения. В статье «Крапива за пределами жалования» натуропат Терри Уиллард заявляет, что крапива эффективна при многих хронических заболеваниях. Наиболее безопасная из очищающих организм трав – это крапива. Она является стимулятором лимфатической системы, побуждает почки выделять метаболические отходы. Поэтому крапиву нужно применять для лечения метаболических расстройств, таких как диабет и ожирение. Очищающие свойства крапивы избавляют организм от шлаков, что помогает быстро сбросить килограммы. После снижения токсических веществ в мышцах и лимфе, организм работает как часики. Джиллиан Мишельс в своей книге «Slim for Life. Похудение для жизни» советует пить 3-4 чашки чая из крапивы в день. По ее мнению, средства повышают метаболизм и снижают аппетит. Крапиву не следует считать панацеей для похудения, но включение крапивы в режим здорового питания и физических упражнений помогает быстро избавиться от лишних килограммов. Проконсультируйтесь с врачом прежде, чем добавлять крапиву в свой рацион, особенно если вы принимаете диуретики. У вас есть противопоказания к диуретикам или проблемы с почками. Крапива – это законное средство, поэтому нужно пить много воды. Еще я хочу поговорить с вами о возрастном увеличении веса. Вы заметили, что едите меньше, но все равно набираете вес? Если вы приближаетесь к менопаузе, то должны срочно изменить свою жизнь. Обычно с возрастом трудно похудеть из-за трех факторов – медленный обмен веществ, гормональный дисбаланс. Организм меньше способен усваивать даже низкое количество насыщенных жиров и сахаров. Вам срочно необходимо восстановить чувствительность к инсулину, гормональный баланс и метаболическую способность. Забудьте о таблетках для похудения, причудливых диетах и сумасшедших схемах, которые обещают вам быструю потерю жира. Они только усугубляют ваши проблемы. Вместо этого начните каждый день пить чай из крапивы. Это растение обладает противовоспалительными свойствами, повышает чувствительность к инсулину, снижает глюкозу в крови и улучшает обмен веществ. У ожирения есть воспалительный компонент. Уровень цирреактивного белка при ожирении и диабете всегда высокий. Крапива снижает уровень цирреактивного белка и устраняет воспалительную реакцию. Рецепты из крапивы. Свежие листья крапивы добавляйте в любые супы. Добавьте эту колючую витаминную бомбу в самом конце приготовления. Также крапиву добавляют в салаты. Для этого нужно залить листья кипятком и оставить на 5-10 минут. Не обязательно их отваривать, при таком способе приготовления в крапиве останется больше витаминов. Сок из крапивы. Сок из крапивы прекрасно очищает организм от токсинов. Возьмите свежую крапиву, выжмите из нее сок в соковыжималке. Принимайте его в течение 14 дней по 1-2 столовых ложки в день. Вы также можете добавить лимон или мед в сок. Паста с крапивой. Возьмите 4 столовых ложки натурального йогурта. Добавьте пол чашки мелко нарезанной крапивы, 4 столовых ложки творога. Добавьте перец, соль и лук по вкусу. Все ингредиенты смешайте вместе. Эта паста укрепляет иммунитет. Чай из свежей крапивы. 1 столовую ложку свежих листьев крапивы залейте одним стаканом кипятка и настаивайте 30 минут. Процедите и выпейте за 2 раза в день за 30 минут до еды. Для похудения этот чай нужно пить без сахара и меда. Закуска. Вы также можете приготовить вкусную здоровую закуску из отварной крапивы, которую нужно смешать с вареными яйцами и тертым сыром. Растение обладает мягким мочегонным эффектом, ускоряет обмен веществ и тем самым способствует эффективному похудению. Если вы будете регулярно пить чай из крапивы и готовить из нее полезное блюдо, то сами удивитесь, как быстро начнет снижаться вес. Для достижения поставленной цели в похудении, вам также следует соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки и продуктов с низким гликемическим индексом, а также регулярно выполнять физические упражнения. Считается, что для достижения цели все средства хороши. То же самое и с похудением. Вы должны научиться сочетать творческий подход с постоянной работой над собой. Желаю вам успехов! Подписывайтесь на мой канал. Домашний лекарь – это лучший советчик для здоровой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова